Ребята, привет! С вами Игнат, я с Анитой. Привет! Мы в пижамах, у нас пижамный мукбанг сегодня. Я тебя ненавижу. А знаете, почему она меня ненавидит? А она меня ненавидит, потому что мы сейчас будем пробовать... Ну, вы уже поняли по названию. У нас, в общем, есть... У нас есть вот такая баночка. В этой баночке, видите? Вроде бы что-то солёное, да? Ну, вроде как помидорки, но нет, это яблоки. И они ещё... Расскажи, ты сейчас миллион раз повторил историю, записывала для Инстаграма. Они, ну, вроде яблоки, но они с чесноком. Мало того, что они яблоки, они солёные, они с чесноком и корицей. И корицей, да. Господи, это отвратительно. Я даже помню с детства, когда мне говорили, что солёные арбузы вкусные, я даже это не пробовал. А что, бывают солёные арбузы? Да. Ну, сколько... Хотел сказать, на материке солят арбузы. Ты же на материке живёшь, ты же не на севере живёшь. Мне страшно и интересно, я тоже не знаю, как оно мне понравится или нет. Тут... Надо, боюсь это пробовать. Я просто боюсь это пробовать. Тут как бы два варианта, я не предлагал. Или... Яблоки, или мелок Машеньку. Да, и потом в больницу, да, после мелка Машенька. Я хочу вот этот. Нюхай. Такой рассольчик, да, вроде как помидорный. Я хочу вот этот кусок. Господи, я уже боюсь. Сейчас покажу. А вот яблочко. Яблочко. Я реально, реально. На тарелочке. Так. Первый пошёл. Второй пошёл. Просто яблоки ещё свежие есть. А мы вот решили... Конечно, мы только всякую гадость есть. Мы решили попробовать солёных. Я боюсь это пробовать. Так, да, я... Я закрыл твою тарелку. Я боюсь это пробовать. Я тоже. Я... Вот это, как они разваливаются. Я боюсь. Когда записывает Могбанк, рассказывает вообще-то какую-то историю. Давай, как будто это у нас деликатес и деликатес. Ни в чём не бывало. Ам-ам-ам. Шучу. Я боюсь это пробовать. Это что-то напоминает по вкусу. Ну, корица и пахнет. Нет, оно по запаху напоминает помимо вот этого запаха, который рассольный. Ещё какой-то. Ладно, не говори мне, не говори. Молчи, молчи. Подожди, я сама хочу. Ладно. Я приеду. Это можно есть с мясом. Я приготовилась. Вот и... Маля... Ладно. Не отравлю. Не мелок, Машенька. Да ладно тебе. Господи, это отвратительно. А мне даже понравилось. Ну, не за такой степени. Это ужасно. Я еле вообще прожевала и проглотила. Это что за хурма? Сезонная. Ничего не такая странная. Почему она жёсткая? Не знаю, ещё не перезрела. Диксио у нас брал. Хурма же мягкая. Всяко бывает. Ну, она сладкая. Короче, ребят. Никогда это не ешьте. Это ужасно. Это просто... Я вообще не понимаю, как людям в голову приходит. Я не знаю, конечно, что делать с этими яблоками. Выкидывать как бы... Выкидывать. Старались. Делали. Ну, ведь, когда... Ну, и есть тоже что-то... Это ужасно на вкус. Это ужасно. Я не понимаю вообще, как в голову такое сочетание моёй пяти солёные яблоки. Хотя... Сезонная. Нужно рассказывать историю. Я вот сейчас расскажу про итальянцев. Что итальянцам у них топ. То есть, мы когда с итальянцами едем обедать... Я не помню, что я это рассказывал уже. Не важно. Короче, мы когда с итальянцами едем обедать... Они же вечно голодные. Ну, а я им рассказываю про русские традиции едальные. И говорю, что... Например, что для них просто выходит в шок. Они говорят, боже, что это мерзко, это ужасно. Самый топ. Самый топ. Итальянцы просто от этого приходят в ужас. Икра? Нет. А бурцы? Как думаешь, нет. Это важно, итальянцы. То, что нам нравится... Ну, да. Мне тоже это кажется не очень сочетанием. Но, наверное, когда маленькая была, ела. Сейчас мне кажется, что это ужасно. Ну, давно уже кажется, что это ужасно сочетание. Маленькая только ела, наверное. Может, подростка. Ну, я не знаю. У нас вроде все в кухне так более-менее нормально. Но это не наша кухня. Это скорее такая, знаешь, домашняя кухня. Домашние? Пирожки какие-то? Макароны с кетчупом. Ой, это что? А, ну типа им пауз тупо давать, да? Нет. Потому что кетчуп это только для... Ну, типа гриля. Ну, для гриля делаешь. А ты сейчас не ешь макароны с кетчупом? Нет. Да-ка, сто лет не ем макароны. Последний раз макароны с кетчупом, наверное, ел лет в 15. Попробуй, знаешь, как вкусно. Нет. Сейчас такие кетчупы. Нет. Не то, что в 90. Нет, раньше Хайнс был вкуснее. Хайнс раньше был мега кетчуп, а сейчас еще не вкусно. Нет, ну вот, это для них прямо топов за топ. Они говорят, боже, это ужасно. А знаете, как, короче, еще тоже... Ужасно? Да. Прям ужасно? Ужасно. Я когда им говорю, знаете, в России часто едят макароны с кетчупом. Они такие все говорят, ну, мы уже не хотим есть. И просто для них это вообще, они говорят, что это мега просто. Это невозможно. Отведи яблоки туда. Поедешь скоро. Ну, вот, а потом еще, еще одна вещь, я начала говорить и забыла. Забыла про нее. Вторая вещь? Да. Начала говорит, он меня перебил. Что я сказала? Макароны с кетчупом. Макароны с кетчупом. Начала говорить, что они... Тан-тан-тан-тан. Виноград, кстати, ребята, наш, питерский. Вино быстро вырос. Блин, ну я забыла. Я начала говорить и забыла. Ну, второе блюдо, скорее всего. Ну, что-то похоже, начала говорить. И что их приводит... В шок. Не проб... Ну... Мед. Кухня. Хотя у них тоже мед есть, да? Да. М-м-м... Нет. Это... Сейчас, пойму. Так, это там борщ. Холодец. Холодец, они бы, наверное, выросли. Что они бы... Наверное, в ужас бы пришли. Нет, я начала говорить, а ты меня перебил. Но там... Это было как бы не то, что их в ужас приводит, но тоже какая-то интересная традиция. Все с едой тоже связано в России, да, и итальянцы. Плов. М-м-м. Ну, все, видишь, я уже старая. Я уже все забываю. Я не знаю. А ты что, серьезно, не раз такую хурманила? Такую нет. Да я вообще не фанат хурмин. Не емаю. Это же сезонный продукт, его надо есть. Ничего мало футболки. Дальянцы, дальянцы, дальянцы. Например, например... А, например, их поражает, когда люди после того, как... Да вообще, в принципе, в любое время суток после двенадцати. Ночью? Дня. Пьют капучино. Они только утром пьют. Потому что мало что напиток, а типа на завтрак. Ну, еще хуже. Ну, ладно, если ты взял капучино, типа просто взял капучино. А вечером, чтобы не заснуть? Ну, например, ты пообедал, там, или поужинал после еды и пьешь капучино, потому что, в смысле, как бы, ну... То есть, кофе же пьют, да, когда после еды. Это как дежестив должен быть, а не вот это вот, ну, капучино. Я тоже, я вообще не люблю просто капучино. А вообще не люблю никакой кофе, кроме американо и эспрессо. Вот. Мне кажется, знаешь, они бы еще полюбили? Ну? Не просто макароны с кетчупом, а доширак с макаронами. Ой, с макаронами, с кетчупом. Дошик. Куда кетчупом залить. У них, кстати, есть дошик. У них? Ну, китайский какой-то. У меня доширак, конечно, но какой-то китайский тоже есть. Ну, что, какой-то неинтересный отродитель. Ну, как он у них называется? Не знаю, там по-китайски что-то написано. Украине Мивина называется. Как? Мивина. Не знаю. Да. У нас Ролтон, у них Мивина. У нас Ролтон, доширак, у них Мивина. Я люблю Ролтон иногда. Вкусно? Ну, только Ролтон. Не вот эти всякие, которые другие, а самые дешевые, вот Ролтон, который был раньше. Он сейчас такой же, куриный, да? Да, куриный, но только не самый дешевый. Ну, который в коробке. У меня Ролтон в пакетике. Нет, в коробке. А Ролтон бывает в коробке? Да. Доширак. И доширак в коробке. Доширак в коробке, да. И Ролтон. А Ролтон в коробке в пакетиках только? Нет. Ну, сейчас есть. Это все псевдо такое. Типа бизнес-ланч, да? Нет. Обычный Ролтон. Пакетики. Обычный Ролтон. А вы, ребята, как относитесь к такой еде? Суперэксклюзивные. Это лучше, чем вот это. А то что, не доело? За стола не выйдешь, пока не доело. Я не могу это есть. У меня это ужасно. Я надеюсь, тот тебе это дал, вот это все не будет смотреть. Ну, правда, я даже не понимаю, какие геи в голову. Я просто закрою банку плотно крышкой. А потом еще какой-нибудь мукбанк запишу. Че, добро пропадать? И пока вот так банка не пустеет, будут мукбанки у меня. С Аринкой. Блин, меня тебя мучает. Что я хотела тебе рассказать и забыла. А теперь вообще не успокоюсь, пока не вспомню. Вспоминаю. Итальянцы. Итальянцы и еда. Что-то вот связанное. Причем, вообще, в принципе, какое-то странное. Вспомнила? Нет, нет. Кстати, не знаю, знают ли твои подписчики, Игнат. Но вот паста, которую едят. Любая паста. То есть лазаньи, это тоже паста. Но паста, это первое блюдо. Как в России, суп. Лазаньи. Там, да, любая паста, любая паста, это первое блюдо. Как суп. А потом уже после первого блюда идет основное блюдо. Вот, поэтому, я не знаю, как можно столько есть. Как можно? Основное, это, типа, телятина какая-нибудь запеченная. Да, мясо, рыба. Ну, паста, это не основное блюдо. Это как суп. Вот. Может, они запивают бульонок каким-нибудь? Нет, они вообще не едят суп. У них вообще нет супов. Ну, есть только не дай сюда. Они, наверное, потом в туалет ходить не могут. Уже забавного-то хотела рассказать такого. Пфин. Хотя, смотри, продуктов, наверное, дальше, чем видит. Почему? У них свежие морепродукты. Ну, так не хватает и талии, реально. Опять-таки запоры. У нас наши морепродукты. Я тут, кстати, недавно, впервые в жизни попробовала российские устрицы. Это такая гадость. И мне вообще не... Ну, то, что... Нет, нет, по сравнению с этим, это было очень вкусно. Но по сравнению с улицами, устрицами нероссийскими, это проще. Я вообще не помню. Ну, мы просто ходили в ресторан, и мы заказали огромную тарелку разных устриц. И вот те, которые были российские, прям, ну, вообще не очень. Прям вообще не очень. Ой, как я хочу устрицы. Устрицы, это которые длинненькие же, да? Понял, понял. Почему? В раковине. Все, понял. Устрицы хочу. Вообще много чего хочу. Устрицы хочу, рыбы вкусную хочу. Представляете? Тунец, тунец. Огромный кусок стейк свежий, выловленный сегодня утром, приготовленный при тебе быстро, ну, на гриле. 5 евро. Да, даже с сегодняшним курсом евро это дешево, это дешевле, чем в ресторане. Он свежий, он тебе так в роту. Огромный кусок, которым ты наедаешься, Игнат. Большой кусок, ты им одним наедаешься. Тебе не нужен даже гарнир. А сколько грамм, не знаю, не скажу. 5 евро. 5 евро. Боже, ну как мне не хватает. Мне не хватает юбилей. По нынешнему курсу 500 рублей. 45. 450. Если это свежевыловленный, это же все прям такое. Да. И это не кусок, как бы, да, ну, это приготовленный реально, вот уже приготовленный целый, летящий, приготовили его. А какая там еще рыбка есть? Там много рыбок. Ну, есть такие, которых у нас вообще нет. У меня самый любимый вид для рыбы, вообще, в принципе, любимый вид рыбы, которая есть, которая бывает. Форель. Какая? Форель? Нет, это масляная рыба. Она вообще жирная, я обожаю масляную рыбу. Она сильно жирная, через чу. Да, ну, я очень люблю. Ну, там еще зависит, как приготовить, но я очень люблю масляную рыбу. Это, наверное, моя самая любимая рыба. Хотя я жирный продукт особо не ем. Ну, потому что мне не нравится, вот мне пристал нравится вкус. Прям очень жирный продукт. Ну, ты ничего не ешь, наверное, а этой рыбой масляной компенсируешь. Да, я, конечно, я так часто ем вообще рыбу в России регулярно. Вот просто каждый день. Пошла в Дикси, взяла замороженных окуней, нажарила, как семечки в масле. Нет, даже вот эта вот рыба, которая, ну, я люблю всякую вот эту вот... Ну, я вспоминаю, как в Таиланде рыбу портили, е-па-мать. В смысле, портили? Подходишь, вот она же тоже у них лежит, свежевыловленная, вот она. Ну. Заказываешь, и ты не ожидаешь, что они ее в кляр и в масло. И сухари приносят там вообще запаха от рыбы. Вот от этой красивой остается запах, как из Макдональдса от картошки фри. Прямо нажаренная. Нет, я тоже такую люблю. Два раза так попался. Офигеть. Слушай, ну, я люблю вот эту вот жареную в сухарях, а-ля типа нафиг. Ты любишь? Я такую люблю. Нет, ну, конечно, если это... Да я бы ее просто, если бы они ее на гриле. А, нет, если у меня, если мне принесут свежевыловленную рыбу и скажут, как вы хотите, конечно, я хочу на гриле. Но если, ну, вообще, я, например, себе часто в Дикси покупаю. Ну, не часто, когда мне в Ленина... Ну, вот я себе покупаю вот эту вот замороженную. Мне нравятся рыбные палочки. Но там они фарш кладут. Который жарит, наверное? Ну, мне нравятся. Да я еще люблю полуфабрикаты и всякую такую брянь. Вот, ну, я забыла, так вот, ты меня забыл с мысли. Я тебе не усну, потому что я буду думать. Расскажешь потом мне во влоге. Хорошо, что я хотела. Все, ребята, попробовали мы яблоки, будем закругляться, время 2 часа ночи. Мы на ночь, глядя, решили деликатесы испробовать, попробовать. Я тебе никогда этого не забуду, просто ты опорочил мой рот. Но запомнишь на всю жизнь, что яблоки соленые ты пробовала. И даже запомнишь, с кем ты их пробовал. И даже в видеодоказательство у тебя будет, что ты ела яблоки соленые. В общем, все, ребят. Спасибо, что посмотрели наш мукбанг такой внезапный. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Подписывайтесь на основной канал. Ссылки в описании на инстаграм. На Анечку, если не забуду, то уже ссылку вставлю. На ее инстаграм. Инстаграмы, как это сказать, твои инстаграмы плохо и монеты пропадают. А тебе это страдальный облик. Многострадальный. Многострадальный. Все, в общем. Подписывайтесь на все. Лайкайте все. Пишите везде. С вами был Игнат. Я был с Анитой. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok